Глава 8. Человечество против центральных банков. Хроника и уроки борьбы. Основные этапы противостояния. Сегодня тема центральных банков в российских и мировых СМИ становится одной из приоритетов. Эти организации оказались под прицелом особенно острой критики со стороны политиков, общественных деятелей, экспертного сообщества после недавнего финансового кризиса. Поскольку кризис имел глобальные масштабы, то и критика в адрес центральных банков и даже конкретные акции против этих институтов имели место и до сих пор продолжаются во многих странах мира. Впрочем, борьба против центральных банков началась не вчера и даже не в 20 веке. Считается, что первым центральным банком в мировой истории стал Банк Англии, учрежденный в 1694 году. За прошедшие три с лишним столетия история человечества представляла собой постоянную борьбу с происками ростовщиков, которые стремились навязать обществу центральные банки по всему миру. Сегодня образованному читателю уже, слава богу, не надо объяснять, зачем это надо банкирам-ростовщикам. Создание центральных банков означает завершение строительства такой денежно-кредитной системы, которая гарантирует банкирам постоянное перераспределение созданного богатства в их пользу и создает возможности полного закопаления человечества. Все эти три столетия человечество вело непрерывную борьбу против центральных банков. Историю этой борьбы надо знать тем, кто сегодня находится в окопах партизанской войны против финансово-интернационала. Она весьма поучительна, позволяет проанализировать ошибки и просчеты противников центральных банков, а одновременно усвоить наиболее успешный опыт борьбы. История противостояния общества и центральных банков может быть разделена на три основные периоды. Период 1. Противодействие созданию ЦБ Первый период – время противодействия созданию центральных банков. Этот период растянулся на 18-19 века и отчасти и 20 век. Этот раунд войны с ростовщиками человечество, к сожалению, проиграло. В 20 веке центральные банки существовали уже во всех развитых странах мира, включая Россию, а также во многих развивающихся странах, где были созданы подобия центральных банков под названием валютных управлений. Центральные банки стали называть эмиссионными, то есть выпускающими законные платежные средства, национальные деньги в виде монет и банкнот. На первых порах это были просто крупные банки. Наряду с ними банкноты могли выпускать также другие банки. Например, в Великобритании, наряду с Банком Англии, банкноты выпускали многие другие банки, расположенные как в Лондоне, так и в провинции. Однако постепенно центральные банки становились монополистами. В середине 19 века были приняты законы, по которым исключительное право эмиссии бумажных денег было предоставлено Банку Англии. Другие банки постепенно стали выходить из игры и превращаться в обычные коммерческие банки. В 20 веке в большинстве стран мира сложилась двухуровневая кредитно-денежная система, в которой центральные банки занимались монопольным выпуском бумажных денег, законных платежных средств. А коммерческие банки могли выпускать безналичные депозитные деньги и контролировались и страховались центральным банком. Иногда еще центральные банки называют кредиторами последней инстанции. Имеется в виду, что в случае ухудшения положения частных банков, возникновения банковских кризисов, центральный банк будет их спасать путем выдачи кредитов. Наиболее драматична борьба народа с банкирами по поводу создания центрального банка разворачивалась в США. Там она началась сразу же после провозглашения независимости североамериканских штатов и растянулась без малого на полтора столетия. Банкирам несколько раз удавалось продавливать решения Конгресса о создании центрального банка, но затем власти свои решения отменяли и учреждения, выполняющие функции центральных банков, ликвидировались. Достаточно вспомнить драматические события в США 30-х годов 19-го века. Тогдашний кандидат в президенты Эндрю Джексон шел на выборы с единственным лозунгом. Или Эндрю Джексон и никакого центрального банка. Или центральный банк и никакого Эндрю Джексона. Эндрю Джексон победил и был президентом на протяжении двух сроков. Он отозвал лицензию созданного ранее центрального банка, назывался вторым банком Соединенных Штатов. Над Джексона совершались покушения. К счастью, все оказались неудачными. Опыт Эндрю Джексона показал, что банкиры готовы идти на любые преступления ради укрепления своей власти в виде центрального банка. И что для борьбы с ними нужно немалое мужество. Лишь в конце 1913-го года ростовщикам удалось принять закон, учреждавший создание центральной резервной системы США, которая получила полномочия центрального банка. Прежде всего, право выпускать американскую валюту, доллар, и предоставлять кредиты правительству США. Функция эмиссии выпуска денег, которая по конституции США принадлежит государству, Конгрессу была приватизирована федеральным резервом, имеющим статус частной корпорацией. Акционерами которой были Ротшильды и другие мировые банкиры. Ряд из них при этом не имел даже гражданства США. Многие политики и серьезные эксперты признают, что именно с этого момента Америка утратила свою независимость и на протяжении века управляется международными банкирами. Впрочем, то же самое можно сказать в отношении любой страны, в которой создавался центральный банк. Во второй половине 20 века на политической карте мира уже трудно было найти страну, в которой не было бы центрального банка. Правда, не всегда организации подобного рода назывались буквально центральными банками. Без центральных банков сегодня обходятся лишь те страны, которые не имеют национальной денежной единицы и пользуются иностранной валютой. Это исключительно мелкие страны. Например, в Европе это Лихтенштейн, Сан-Марина, Ватикан, Монако, Черногория. Там используется евро. В Латинской Америке целый ряд мелких стран пользуются долларом США. Второй период национализации ЦБ. Второй период характеризуется попытками общества ограничить все власти созданных центральных банков. Эти попытки были постоянными и были нацелены прежде всего на подчинение центральных банков государству. Напомним, что сначала почти все центральные банки были частными, имели статус акционерных обществ открытого или закрытого типа. Но в прошлом веке, преимущественно в 30-е и 40-е годы, многие из них были национализированы. Например, Банк Канады в 1938 году, Банк Японии в 1942 году, Банк Франции в 1945 году, Банк Англии в 1946 году. Наиболее крупное исключение составила Федеральная резервная система США, которая на протяжении своей почти вековой истории оставалась частной корпорацией. На сегодняшний день имеются и другие исключения. В центральных банках таких стран, как Италия, Бельгия, Япония, Швейцария, Австрия, Южная Африка, имеет место смешанная форма собственности. Наряду с государственной собственностью там присутствует частный капитал. Чаще всего это акции доли, принадлежащие коммерческим банкам, но не только им. Например, в Италии в капитале ЦБ участвуют также страховые компании. В капитале Национального банка Швейцарии 43% принадлежит частным лицам, а 57% – кантонам. И все-таки, большую часть центральных банков мира по форме собственности можно отнести к государственным институтам. Это и вводит многих в заблуждение. Ведь даже будучи формально государственными институтами, центральные банки продолжали сохранять особый статус, имея ту или иную степень независимости от правительства. Обоснование такой независимости везде и всегда было одинаковым. Это, мол, диктуется необходимостью защитить денежную эмиссию от произвола исполнительной и законодательной власти, представители которой могут использовать денежный станок в своих политических целях. Сохранение печатного станка под контролем профессиональных банкиров будет якобы гарантией защиты экономики и общества от инфляции. Независимость центральных банков обеспечивалась особыми процедурами назначения руководителей этих организаций, ограничениями на получение информации об операциях центральных банков, даже для органов государственного финансового контроля и членов парламента. Особым порядком прокурорского надзора и рассмотрения судебных споров с участием центральных банков и тому подобное. Руководители центральных банков имеют право на гораздо большие сроки своего правления, чем президенты и премьер-министры. Взять к примеру ФРС США. Управляющие Федерального резерва назначаются сроком на 14 лет с правом продления полномочий. А вот президент США избирается сроком на 4 года. При этом максимальный срок его пребывания в должности составляет 8 лет. Президенты приходят и уходят, а председатели Федерального резерва остаются. Предыдущий руководитель ФРС Гринспин занимал кресло управляющего в течение 19 лет. А нынешний председатель Бернанке находится в этом кресле уже с 2006 года, что соответствует почти двум президентским срокам. И судя по всему будет находиться там еще долго, если только не возникнут какие-то чрезвычайные обстоятельства. В законах и даже в конституциях многих стран нередко можно встретить правильные слова о том, что центральные банки подотчетны парламентом. Но это лишь красивые слова. Вся отчетность обычно сводится к тому, что раз в год руководитель Центрального банка выступает перед народными избранниками и отвечает на их вопросы. Конечно, могут возникнуть какие-то внеплановые запросы и вопросы. Вот, например, нынешнему руководителю ФРС Бернанке депутаты Конгресса США задали вопрос о 16 триллионах долларов, который Федеральный резерв тайно выдал крупнейшим американским и иностранным банкам во время последнего финансового кризиса. Внятного ответа они до сих пор не получили. А реальных рычагов заставить Бернанке давать необходимые показания у них, как выяснилось, нет. В дополнение к подобного рода устным отчетам и ответам на запросы Центральные банки готовят годовые отчеты о своей деятельности. Главным достоинством этих отчетов является прекрасная бумага, глянцевые обложки, красивые фотографии. Кстати, согласно неофициальным рейтингам, самым независимым считается немецкий федеральный банк, Бундесбанк. Примечательно, что он создавался после Второй мировой войны сразу же как государственный банк. Но в германском законодательстве нет даже формального положения о том, что Бундесбанк должен отчитываться перед парламентом страны. Теперь о России. В нашей стране Центральный банк, который официально называется Государственным банком Российской империи, был государственным с момента начала своего существования 1860 год. Хотя известно, что в России были лоббисты западного банковского капитала, которые хотели, чтобы он был создан в виде частного акционерного общества. Находился в системе Министерства финансов, но при Министерстве финансов ВИПТ в начале 20 века приобрел достаточную независимость от Министерства финансов и стал похож на Центральные банки западных стран. После революции 1917 года Государственный банк формально не надо было национализировать, но его независимость от правительства была ликвидирована. Фактически он стал подразделением Народного комиссариата финансов и отвечал за выпуск и организацию денежного обращения в стране. Деятельность Государственного банка СССР строилась исключительно на годовых и пятилетних планах развития народного хозяйства, социально-экономического развития страны. Объемы и структура денежной эмиссии определялись на основе материальных и финансово-денежных балансов. Стратегические решения, связанные с денежно-кредитной политикой, принимались даже не на уровне Министерства финансов, а Советом министров и Госпланом СССР. После Второй мировой войны в странах Восточной Европы также были созданы денежно-кредитные системы, в которых центральные банки стали составной частью исполнительной власти, перешли в прямое подчинение Министерств финансов. Под влиянием и при поддержке СССР и других государств социалистического лагеря во многих странах Третьего мира, особенно вставших на путь некапиталистического развития, также были проведены реформы денежно-кредитных систем. В том числе, вместо так называемых валютных управлений, колониальных квази-центробанков, были созданы полноценные государственные миссионные институты, приступившие к выпуску национальных денежных единиц. Эти реформы снизили зависимость развивающихся стран от мировой валютной системы, контролировавшей финансовой олигархии. Второй период завершился такими событиями, как окончание Холодной войны, развал СССР и социалистического лагеря, демонтаж в побежденных странах, ранее существовавших денежно-кредитных систем и создание новых систем в соответствии с рецептами экономического либерализма и догмами так называемого Вашингтонского консенсуса. Вслед за этими событиями, как мы знаем, началось формирование нового мирового порядка, в том числе в сфере международных финансов. Третий период – попытки обуздания всевластия ЦБ. Сегодня мировые расставщики, финансовый интернационал, завершают строительство глобальной финансовой системы, важнейшим элементом которой являются центральные банки разных стран мира. Все они вписываются в иерархически выстроенную сеть. На вершине этой сети находятся такие управляющие структуры, как Федеральная резервная система США ФРС и Банк международных расчетов БМР в Базеле. Этот банк называют еще клубом центральных банков, мировым центральным банком, центральным банком последней инстанции и тому подобное. Немного ниже находится Европейский центральный банк, контролирующий центральные банки стран, входящих в зону евро. В том числе он активно участвовал и участвует в создании правильных центральных банков бывших социалистических странах Восточной Европы. Немалую роль в создании независимых центральных банков в бывших социалистических странах и государствах, созданных на разваленных СССР, играет Международный валютный фонд. Например, в 2010 году Украина вела переговоры об очередном займе МВФ. В ходе этих переговоров украинская сторона согласилась на рекомендации фонда о внесении поправок в законодательство страны с целью повышения независимости Национального банка Украины. Впрочем, с приходом к власти в стране Виктора Януковича среди украинских политиков усилились настроения в пользу ограничения полученной НБУ независимости. За пределами обрисованной выше мировой иерархической сети остается очень немного центральных банков. А именно, это центральные банки, которые имеют четко обозначенный государственный статус, входят в состав правительства, чаще всего находятся в ведении Министерств Финансов. Отсутствие пресловутой независимости не позволяет мировым банкстерам манипулировать этими центральными банками, а через них управлять всей экономической, социальной и культурной жизнью соответствующих стран. Самый крупный из таких центральных банков – Народный банк Китая. В этот список можно также включить центральные банки Венесуэлы, Ирана, КНДР, Республики Беларусь. Пожалуй, именно реальный, а не номинальный государственный статус центральных банков особенно раздражает мировых банкиров, банкстеров и становится главным поводом для объявления соответствующих стран государствами изгоями. Сегодня уже сказано и написано немало о том, что Центральный Банк Российской Федерации, имеющий также официальное название Банк России, занимает достаточно скромное место в мировой иерархии центральных банков. Его без натяжки можно назвать Институтом Валютного Управления, жестко завязанным на Федеральную Резервную Систему. То есть это филиал ФРС, обслуживающий интересы мировой финансовой олигархии, прежде всего главных акционеров Федерального Резерва. Несмотря на столь безрадостную картину современного мира, мы видим множество примеров того, как политики и народы разных стран пытаются давать отпор банкстерам. Так сейчас стали называть банкиров, имея в виду, что они бандиты, мало отличающиеся от гангстеров. Полагаю, необходимым изучать этот опыт для того, чтобы в России попытаться поставить под народный контроль собственный Центральный Банк, то есть образно выражаясь провести национализацию Банк России, сделать его важным элементом государственного управления, заставить работать на укрепление национальной экономики. Следует иметь в виду, что иногда под видом борьбы общества с банкстерами происходит разборки между отдельными группами финансовой олигархии с использованием общественных активистов. Например, в 2011 году в США было инициировано движение «Захвати Уолл-стрит», в которое постепенно были втянуты тысячи активистов в разных городах страны. Затем движение вышло за границу США и распространилось на другие страны. Есть сильное подозрение, что движение было профинансировано Джорджем Соросом, который, как известно, является агентом Ротшильдов. За этим движением, как полагают некоторые эксперты, скрывалось стремление Ротшильдов потеснить в мире финансов Рокфеллеров другую крупнейшую олигархическую группировку. Нас подобного рода оранжевые и болотные движения мало интересуют. Они могут приводить лишь к изменению роли отдельных банкстеров в управлении Центральной Банкой. Постараемся выявить в сегодняшнем мире реальные, а не театральные попытки ограничить всевластие банкстеров и их генеральных штабов Центральных Банков. Хроника современной борьбы с мировой империей ФРС. Аргентина. Женщина против мировой финансовой мафии. Более трех лет назад президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер предприняла попытку поставить под свой контроль Центральный Банк страны и использовать его в интересах национальной экономики, национального экономического развития. Конкретно, Киршнер решила воспользоваться валютными резервами ЦБ для выплат по внешнему долгу страны. На начало 2010 года ее внешний государственный долг составлял около 13 миллиардов долларов, а международные резервы ЦБ – 48 миллиардов долларов. Столь большой объем валютных резервов объясняется тем, что Аргентине еще в 90-е годы прошлого века международным валютным фондом, действующим, как известно, в интересах финансового интернационала, была навязана модель денежной эмиссии, называемая валютным управлением. Президент Аргентины решила взять из международных резервов ЦБ примерно 1,7 часть – 6,6 миллиарда долларов – для выплат по внешнему государственному долгу. С экономической точки зрения это было совершенно правильно, так как международные резервы ЦБ обеспечивали чисто символическую доходность от 0,5 до 1% в год. А Аргентине на международном рынке предлагали займы под 14-15%. При покрытии государственных долгов за счет внешних займов страна все более погружалась бы в зависимость от мировых ростовщиков. При использовании резервов ЦБ Аргентина в короткий срок могла бы полностью избавиться от внешней долговой зависимости. Нетрудно представить, как финансовый интернационал отреагировал на подобную попытку смелой женщины. Эта реакция была озвучена тогдашним президентом ЦБ Аргентины Мартином Редрадо, который отказался выполнять приказания Киршнер. Президент страны в ответ подписал указ об увольнении Редрада. Кстати, для вступления в силу указа президента необходимо его визирование всеми министрами правительства страны. Все министры поставили свои визы на документе. Тем не менее, Редрадо подал исковое заявление в суд Буэнос-Айреса и уже через пару дней, 10 января 2010 года, какая оперативность, аргентинская Фемида отменила указ президента страны. Конкретно, судья по имени Сармьента, которая вела дело, мотивировал свое решение тем, что президент не имеет полномочий для принятия решений об отставке главы Центрального банка. Удивительно, но суд не только принял решение о восстановлении Редрада в должности президента ЦБ, но также потребовал отмены решения президента Аргентины об использовании международных резервов ЦБ для погашения долга страны, указав, что для такого решения необходимо обсуждение и голосование в обеих палатах парламента. Примечательно, что ближайшая сессия парламента должна была состояться лишь в марте, а платежи под долгу надо было осуществлять в самом начале наступившего 2010 года. В конце концов, после привлечения парламента страны к решению вопроса президента Национального банка Мартина Редрада удалось уволить в начале следующего месяца. Однако, решение о запрете использования международных резервов ЦБ было оставлено в силе. Примечательно, что в январе 2010 года счета Национального банка Аргентины в американских банках были заморожены по решению суда Нью-Йорка. Решение было вынесено на основании требований кредиторов-держателей внешнего долга Аргентины. Формально решение Нью-Йоркского суда не было связано с решением Киршна. Однако, специалисты, хорошо знавшие правила игры в мировой финансовой системе, считают, что это было своеобразное предупреждение финансового интернационала президенту Аргентины. Полагаю, что это было напоминание и тем странам, которые финансовый интернационал обязал накапливать валютные резервы и печатать свои национальные денежные знаки лишь под обеспечение бумажек, имеющих название доллар или евро. Однако, на этом история не кончилась. Женщина-президент отказалась идти на поводу у мировой финансовой мафии. 1 марта 2010 года Кристина Киршнер подписала указ о создании специального фонда по погашению задолженности, наполнение которого было осуществлено за счет свободных золотовалютных резервов Центрального банка. 4 382 миллиарда долларов. Легализовать эту схему позволил национальный закон о чрезвычайных ситуациях. В первом полугодии 2010 года из средств созданного фонда на погашение государственных долговых обязательств перед частными кредиторами было затрачено 1604 миллиона долларов. В период международными кредитно-финансовыми организациями 766 миллионов долларов. В конце первого полугодия 2010 года аргентинскому руководству удалось урегулировать большую часть старой государственной задолженности, которая образовалась еще во время дефолта, в начале десятилетия. Данный механизм существует и сегодня, хотя в мировых и российских СМИ этот прецедент всячески замалчивается. Скупую информацию можно найти лишь в аргентинских газетах. Вот пример такой информации. Правительство Аргентины планирует в 2013 году продолжить использовать резервы Центрального банка страны для погашения государственных долгов. Ожидается, что фонд по облегчению бремени задолженности в 2013 году возрастет до рекордной суммы в 8 миллиардов долларов. В настоящее время 5 миллиардов долларов. Конечно, борьба за использование президентом Аргентины Центрального банка в качестве инструмента национального развития натыкается на бешеное противодействие со стороны агентов финансового интернационала. В сентябре 2012 года в мировых СМИ проскочило, например, следующее сообщение. Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, недавно занявшая 16-ю строчку в рейтинге самых влиятельных женщин планеты, оказалась опять под угрозой судебного преследования. Сообщалось, что федеральный прокурор Карлос Старнелли на основании заявления оппозиционного парламентария намерен завести уголовное дело на президента, председателя Центрального банка, руководителя налоговой службы и министра торговли. Перспектива уголовного преследования главы государства вполне реальна. По мнению обвинения, высшее руководство якобы превысило полномочия, предоставленные законом о чрезвычайных ситуациях, когда использовала резервы ЦБ страны для погашения внешнего долга. В Венгрии, как и в Аргентине, отчет, описываемый нами историей, идет от 2010 года. Весной указанного года в стране решительную победу одержали те, кого мировые СМИ окрестили как националистические силы. Возглавляемая партией Фидес, коалиция завоевала две трети места в парламенте. Для Запада это было большой неожиданностью, что коалиция заявила об отказе от продолжения прежнего курса, который некоторые политики коалиции метко назвали скармливанием страны иностранным инвесторам. От слов, новая власть перешла к делам. Уже летом 2010 года новый венгерский премьер Виктор Орбан выступил против диктата МВФ, отказался выполнять требования фонда сокращать бюджетные расходы, делать беднее большинство населения своей страны и ввел, вопреки рекомендациям МВФ, дополнительный налог на банковский сектор, стремясь укрепить экономику за счет тех, кто на ней более всего наживается. Но эти действия еще не самое главное крамола. Вспомним, что например в Европейском Союзе некоторые страны, особенно из Южной Европы, также отказываются сокращать бюджетные расходы, урезать социальные права трудящихся и т.п. Самое главное, в последние дни 2011 года было изменено законодательство, регулирующее статус Центрального банка Венгрии. В МВФ и ЕС сразу увидели в этом попытку правительства Орбана подчинить Центробанк Венгерский национальный банк, венгерскому же государству, лишив его тем самым пресловутой независимости. А это уже прямая угроза тому, что страна может выйти из-под контроля финансового интернационала. Вот некоторые детали закона. Он предусматривает должность еще одного вице-председателя главы Нацбанка, назначаемого главой правительства. Монетарный совет увеличивается с 7 до 9 членов. Члены его выбираются парламентом. Теперь неугодный директор МНБ должен быть переизбран, а кандидатура главы МНБ будет предложена премьер-министром президенту страны. Преобразование МНБ на основании принятого закона должно быть проведено до конца марта 2012 года. Через несколько дней после принятия крамольных поправок к закону о Центральном банке вступила в действие новая конституция Венгрии с 1 января 2012 года. Она явно не гармонировала с представлениями Европейского Союза об общечеловеческих ценностях. Так в основном законе было заявлено, что перед народом Венгрии объединяют Бог и христианство. Заметьте, не банки и рынок, не демократические ценности, а идеалы христианства. Кроме того, основной закон подтверждал подконтрольность ЦБ правительству страны. Между прочим, основной закон определил, что национальной денежной единицей страны является Фаринт. А решение о возможном переходе к евро может быть принято особо парламентским большинством. Законодательные инициативы Виктора Орбана сделали его героем среди большей части соотечественников. За пределами Венгрии премьер-министра стали называть Уго Чавесом Европы. Выражение депутата Европарламента Даниэля Кон-Бендита. Вот как оценивал международные последствия этого закона о Венгерском национальном банке депутат Европарламента Жан-Люк Меланшон. Когда в Словакии к власти пришли крайне правые, Евросоюз хранил молчание. Как и потом, когда националисты вошли в правительство Греции. Им было все равно, для них важны лишь деньги. А вот Орбан покусился на статус ЕЦБ. И этого ему не простят. Все что угодно, но не это. В данном случае депутат подчеркивает, что венгерский закон ОЦБ может заставить европейских политиков задуматься и о статусе Европейского Центрального Банка, независимость которого просто безгранична. Финансовый интернационал отреагировал моментально. На улицах Будапешта и других венгерских городов появились демонстранты. Что-то подобие нашей болотной публики. Самое удивительное, они несли плакаты, требовавшие независимости Центрального Банка. Просто умиляет столь глубокое знание вопросов денежно-кредитной сферы. В среде уличных протестантов Венгрии. Сам ННБ заявил протест против действий венгерских законодателей. Усилились нападки на Виктора Урбансен со стороны венгерских СМИ. Они особенно мстили ему за включение в основной закон положения о цензуре. Началось перетряхивание грязного белья 60-летнего президента Венгрии Пала Шмидта, который поддерживал все основные законодательные инициативы премьер-министра. Подключились и внешние силы. Еще до принятия Конституции премьер-министра пытались увещевать государственный секретарь США Хиллари Клинтон. Глава Еврокомиссии Жизе Мануэл Борозу написал Виктору Урбанту несколько писем, в которых выразил свою обеспокоенность в связи с проведением реформ. Пообещав проверить через суды Европейского Союза новое законодательство Венгрии на предмет соответствия общеевропейским нормам. Для давления на Венгрию Еврокомиссия также задействовала экономические рычаги, демонстративно прекратив переговоры о выдаче необходимого Венгрии кредита. А ведь еще незадолго до этого Венгрия отчислилась в списке образцовых демократий и в период финансового кризиса 2008-2009 года получила от ЕС, Всемирного банка и МВФ займов в общей сложности около 20 миллиардов евро. В январе 2012 года начались переговоры об очередном займе с МВФ и фонд заявил, что условием предоставления займа является возвращение независимого статуса Венгерскому национальному банку. А в Венгрии на грядущий год, по оценкам экспертов, требовались внешние заимствования в объеме около 20 миллиардов евро. Реакция ведущих рейтинговых агентств была моментальной. В первых числах нового 2012 года они сильно понизили кредитный рейтинг Венгрии. Иностранный капитал устремился за пределы Венгрии. Вниз пошел курс форинга, достигнув самых низких со времен кризиса значений. Процентные ставки по государственным долговым десятилетиям бумагам правительства Венгрии превысили планку в 10%. Уже в конце января 2012 года венгерский Чавес вынужден был пойти на попятное. Орбан в частности заявил, мы готовы последовать всем рекомендациям в отношении нашего центрального банка и его независимости. По-моему, острый конфликт между нами и Брюсселем сейчас состоит только в одном. Некоторые члены Еврокомиссии рекомендовали членам правления нашего центрального банка не приносить присягу на наши конституции. Я согласен со всем, кроме этого. В апреле законодатели были вынуждены проголосовать за восстановление независимости Венгерского национального банка. Финансовому интернационалу быстро удалось подавить бунт на корабле. Уже проиграв сражение с мировой финансовой мафией в мае 2012 года, Виктор Орбан откровенно заявил, шайка бандитов, захвативших власть в Евросоюзе, занимается банальным порабощением всех, кого удается туда заманить. В Венгрии это поняли и пытаются спастись. Но международная финансовая мафия крепко держит венгров за горло. А вот еще один комментарий Орбанта. Венгрия с Венгрией обошлись как с колодней. Что же прошлогодние события в Венгрии показали? Что ее лидеры, раньше многих других европейских политиков, разглядели тупики неолиберализма. Но сил этим лидерам для победы не хватило. Несмотря на достаточно мощную поддержку со стороны народа, в немалой степени потому, что Венгрия очень небольшая страна. К тому же другие страны, входящие в Европейский Союз, в тот момент ее бунт не поддержали. Сербия. Ориентация на здравый смысл, а не стандарты либеральной экономики. Не успела осесть пыль после бурных событий вокруг Центрального банка Венгрии. Как неожиданно был зафиксирован бунт на корабле, называемом Сербией. В августе 2012 года парламент Сербии одобрил поправки к закону о Центральном банке страны. 139 голосов за, 39 против. Согласно поправкам, за деятельностью Центрального банка будет наблюдать специальная надзорная комиссия, члены которой войдут в состав ЦБ и в том числе смогут участвовать в выборах кандидатур на руководящей позиции банка. Ушел в отставку и глава банка Дежан Соскич. На его место была номинирована представительница правящей коалиции Йорго Ванка Табакович, заявившая, что закон направлен на ограничение всевластия руководства банка ради увеличения контроля гражданам страны через избранных представителей. Центробанк должен лучше координировать свои действия с правительством страны, когда оно принимает все меры для борьбы с рецессией. Главным аргументом нынешнего правительства в пользу принятия нового закона является утверждение о потере банком 300 млн евро в результате неумелого руководства и введения неправильной валютно-финансовой политики страны. В то же время оппозиция считает, что введение нового закона грубо нарушает права управляющего, ограничивающие его функции и противоречащие европейской практике. По мнению оппозиции, проект нового закона был внесен на обсуждение скупщины спонтанно и без широкого обсуждения и консультации с ведущими финансовыми институтами и Евросоюзом. Последние изменения в режиме деятельности ЦБ Национальной Банки Сербии, по мнению оппозиции, явно противоречат нормам, действующим в ЕС. Напомним, Евросоюз закрепил за Сербии официальный статус страны-кандидата на вступление в марте 2012 года, когда во главе страны стоял Борис Тадич, представляющий демократов. Однако уже в мае расстановка политических сил изменилась, так как по итогу президентских выборов победу одержал социал-националист Томислав Николич, известным высказыванием «Для Сербии предпочтительнее стать провинцией России, нежели частью Евросоюза». Тем не менее, господин Николич подтвердил неизменность курса на вхождение в ЕС, отметив, что собирается лишь решить проблемы, накопленные демократами. В то же время, МВФ еще до одобрения парламентом поправок вынес предупреждение, что новый закон представляет значительную угрозу независимости ЦБ. Вслед за этим, вероятно, последует и официальное разбирательство. Ранее, в феврале 2012 года, из-за растущего дефицита бюджета, достигшего 6% ВВП, вдвое выше порога МВФ, фонд заморозил кредитную линию в размере 1 млрд евро. Можно не сомневаться, что фонд в случае возобновления переговоров о займе потребует Сербию отказаться от принятых поправок к закону ОЦБ. Уже через несколько дней после принятия поправок, ограничивающих независимость ЦБ Сербии, ведущие рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг страны. Например, агентство ФИЧ следующим образом прокомментировало свой негативный прогроз. Новое правительство, вместо того, чтобы сфокусироваться на коррекции растущего фискального дефицита и общественного долга, изменило закон о Центральном банке таким образом, что это подорвало доверие инвесторов и может усложнить заключение соглашения о новом займе МВФ. Мировые СМИ практически не освещают дальнейшие события, связанные с Национальным банком Сербии. По крайней мере, официальных заявлений об отмене принятых поправок к закону ОЦБ Сербии также не было. Отчасти напряженность вокруг проблемы независимости ЦБ Сербии была снята в результате того, что в сентябре 2012 года Сербии удалось договориться о получении кредита на 700 миллионов долларов от России. Однако, прессинг на Сербию со стороны ЕС продолжился. Уже несколько раз в сербских СМИ сообщалось о том, что Национальный банк Сербии якобы считает целесообразным привести закон ОЦБ в соответствии с требованиями ЕС. Осада крепости Федеральный резерв США Крепость под названием Федеральный резерв. В следующем году будет вековой юбилей Федерального резерва, выполняющего роль Центрального банка США. На протяжении столетия в стране постоянно появлялись политики и государственные деятели, которые пытались обуздать частичную частную корпорацию с лукавой вывеской Федеральный резерв системы США. Мы не будем сейчас описывать перипетии этой борьбы. В этой борьбе многие борцы против Федерального резерва даже положили свои головы. Не исключено, что и убийство американского президента Джона Кеннеди могло быть ответом банкстеров на попытки Кеннеди нарушить монополию ФРС на денежную эмиссию. Некоторые эксперты связывают это убийство с решением Джона Кеннеди приступить к выпуску казначейских билетов, то есть чисто государственных денег. Но в целом борьба с Федеральным резервом в 20 веке была малоэффективна. По многим причинам, в том числе потому, что подавляющая часть американцев свято верила, что ФРС государственная организация. А раз организация государственная, то следовательно ориентированная на национальные и общественные интересы. К тому же, несмотря на все издержки в виде экономических кризисов, Америка в 20 веке была на подъеме, что не способствовало тому, чтобы не только простые американцы, но даже политики глубоко задумались над вопросами устройства своей денежной системы. Ситуация изменилась в нынешнем веке. Сегодня для большинства американцев стали очевидными угрозы, связанные с перманентным финансово-экономическим кризисом. Постепенно стало появляться понимание того, какую роль в создании этого кризиса играют банкстеры и ФРС США, который принадлежит печатный станок. ФРС становится объектом критики и резких нападок не только со стороны американцев. Волна этой критики идет по всему миру. В Конгрессе США тематика, связанная с финансовым кризисом и Федеральным резервом, стала такой же популярной, как в начале 20 века, когда народные избранники обсуждали причины и последствия банкротства банковского кризиса 1907 года, а также спорили о целесообразности создания в Америке своего центрального банка. Спектр мнений о том, что надо делать для исправления ситуации в стране, очень широк среди народных избранников. Но большинство из них признают официально или калуарно, что необходимо усиливать государственный контроль над денежно-кредитной системой. Эта позиция отчасти нашла свое отражение в принятом 2010 году законе Дотда-Франко. Это очень объемный документ, 2315 страниц, который иногда еще называют программой реформирования финансового сектора США. Однако, несмотря на свою кажущуюся фундаментальность и внушительность, этот законодательный акт весьма деликатно обходит все чувствительные моменты, касающиеся независимости Федерального резерва. Наиболее смелые и радикальные депутаты предлагают разобраться с Федеральным резервной системой. Во-первых, провести полный аудит ФРС. Во-вторых, пересмотреть закон о Федеральном резерве, принятом в декабре 1913 года и провести его в соответствии с Конституцией США. Первые попытки осады крепости. Впрочем, некоторые предлагают сразу же ликвидировать ФРС, а его функции по выпуску денег передать государственному казначейству или и частным банкам. Такой позиции, в частности, придерживается Рон Пол, который в 2009 году выпустил книгу с многозначным названием «And the Fed» – «Покончить с Федеральным резервом». 75-летний Рон Пол – ветеран Конгресса США. Он там с 1976 года. Особенно он стал известен в Америке в 2008 году, когда выставил свою кандидатуру на пост президента страны и проводил выборную кампанию под лозунком ликвидации Федерального резерва и отмены подоходного налога. Этот налог был введен одновременно с принятием закона ФРС и, по мнению многих политиков, является неконституционным. Похожие идеи озвучил конгрессмен от Демократической партии, конкурент Обамы, на праймерис Кусинич, автор законопроекта под названием «Национальная неотложная защита занятости». «Я выступаю за то, чтобы государство вернуло себе свою силу. Это конституционное право, которое дано федеральному бюджету и при этом инвестировало деньги в создание рабочих мест. Государство возвращает себе возможность печатать деньги и инвестировать их в нашу экономику. В создании рабочих мест, в восстановлении Америки, дорог, мостов, систем водоснабжения, систем образования, колледжей, госпиталей. Мы можем отправить на работу 7 миллионов людей, но нам нужно это сделать вместе с изменением монетарной политики». Федеральный резерв оказывается и в центре внимания другого кандидата на пост президента, республиканца Митта Ромни. «Да, я считаю, что ФРС необходимо устроить проверку. Это мой ответ, предельно ясный и четкий. Федеральная резервная система должна стать подотчетной организацией. Нам необходимо видеть, чем она занимается», – заявил Ромни во время последней выборной кампании. «Сейчас основная энергия народных избранников направлена на то, чтобы добиться проведения полного аудита ФРС. Такого аудита не было с момента образования Федерального резервы. Его не надо путать с текущим аудитом, который касается каких-то второстепенных аспектов деятельности ФРС. Например, административных расходов, уплаты налогов, состояние недвижимого имущества и т.п. Кое-какие успехи у законодателей США на этом направлении имеются. Так, по их настроению была проведена проверка выдачи федеральными резервами банков кредитов в период финансового кризиса 2007-2010 гг. Проверка была осуществлена организацией U.S. Government Accounting Office – ГАО, американским аналогом нашей счетной палаты. В июле 2011 года ГАО опубликовал доклад по результатам проведенного аудита. Его результаты стали достоянием широкой общественности. Выяснилось, что в ходе кризиса ФРС, прежде всего Федеральный резервный банк Нью-Йорка, раздали кредитов на сумму свыше 16 трлн долларов. Получателями кредитов были все крупнейшие банки Уолл-стрит и ведущие иностранные банки типа Барклайс, Дойче Банк, Ассоцией Дженераль. Эти кредитные операции не нашли отражения в балансе ФРС. А руководство Федерального резерва до сих пор не дало члена раздельных объяснений по поводу этих операций. Была также попытка провести аудит золотого запаса США. Формально на балансе США ФРС золота нет с 1933 года. Оно по указу президента Рузвельта было переведено из банков в казначейство США. Однако по золотому запасу накопилось слишком много вопросов. В частности, имеется достаточно много косвенных свидетельств того, что золото американского казначейства активно использовалось банками, входящими в ФРС. И что в настоящее время казенного золота в хранилищах намного меньше, чем это следует из официальных данных. 4 января 2013 года Министерство финансов США опубликовало отчет об аудите. Мы уже об этом писали, назвав отчет абсолютной пустышкой. Подобного рода отчеты свидетельствуют о том, что ФРС не собирается раскрывать свои секреты. Продолжает сохранять свою независимость от государства. А золотой аудит, кроме того, продемонстрировал, что казначейство США находится под полным контролем банкстеров. Еще одна попытка, самая главная, была предпринята народным избранниками летом прошлого года. Речь идет о законопроекте, предусматривающем проведение полного аудита Федерального резерва, включая проверку соответствия статуса этой организации положением Конституции США. Законопроект возлагает на ГАО обязанность проводить ежегодно аудит денежно-кредитной политики ФРС, что является главным секретом Федерального резерва. В этом случае придется проверять соглашение о предоставлении кредитов отдельным банкам, погашение обязательств по кредитам и другую деликатную информацию. Инициатором законопроекта выступил все тот же Рон Полк. 25 июля 2012 года Конгресс США Нижняя Палата поддержал законопроект подавляющим большинством голосов за 327 против 908. Прошло уже более полугода с момента голосования. Но о дальнейшей судьбе законопроекта американские мировые СМИ молчат. Политические эксперты отмечают, что у законопроекта нет шансов пройти через Верхнюю Палату, поскольку сенаторы в подавляющем своей массе находятся под контролем банкстеров. Президент Обама, по мнению экспертов, сознательно тормозит дальнейшее продвижение законопроекта. При этом он опирается на демократическую фракцию в Конгрессе, которая в своей массе более явно поддерживает идею независимости ФРС. Обратим внимание, что из 98 голосов, поданных против законопроекта Рона Пола, 97 принадлежали демократам. В наступлении американских политиков на ФРС сейчас возникла пауза. И продлится она, скорее всего, до второй волны финансового кризиса. А вторая волна не за горами. И тогда все нынешние законодательные заготовки противников ФРС окажутся немедленно востребованы. Информационные атаки на ФРС. Кто за этим стоит? Мир финансов с каждым годом становится все более турбулентным. Обычно под турбулентностью финансового мира понимаются резкие колебания индексов на фондовом рынке. Надувание и схлопывание финансовых пузырей. Высокая волатильность курсов валют, массовое банкротство банков, банковские кризисы, внезапные трансграничные перемещения горячих денег, измеряемые десятками и сотнями миллиардов долларов в течение нескольких дней или недель. Усиление общей неустойчивости мировой финансовой системы. Информационные атаки. Как новое явление в мире финансов. Во все большей степени турбулентность мировых финансов порождается вбросами в информационное пространство различных новостей, которые часто несут явные признаки сенсационности. Такие вбросы можно назвать информационными атаками. Их не следует путать с вербальными интервенциями, сравнительно новым инструментом управления финансовыми рынками. Последние представляют собой выступления глав центральных банков, министерств финансов и других государственных чиновников, в которых содержатся прямые или косвенные намеки участникам финансовых рынков. Нынешние информационные атаки в сфере финансов направлены против существующих финансовых институтов. Прямо или коственно преследуют цель их уничтожения и или кардинальной перестройки. Содержат различные сведения, большей частью инсайдерского характера, компрометирующие эти институты. Апеллируют к широким слоям общества, используют объективно существующее недовольство людей нынешней финансовой системой. Информационные атаки подобного рода сравнительно новые явления. Они появились после финансового кризиса 2008-2009 годов. Основным объектом информационных атак стала Федеральная резервная система США и ее отдельные элементы. Федеральные резервные банки, особенно ФРБ Нью-Йорка. Другими объектами стали крупнейшие банки, непосредственно связанные с ФРС, как основные получатели кредитов Федерального резерва и, как вероятно, главные акционеры этой частной корпорации. В некоторой степени информационным атакам стали подвергаться также другие институты. Центральные банки некоторых стран, например, Япония, Банк международных расчетов в Базеле. СМИ его называют клубом центральных банков. Намного сложнее определить субъекты информационных атак. Внешне они выглядят как партизаны-одиночки, независимые журналисты, юристы, общественные активисты, большие военные, банковские служащие, экономисты и тому подобное. Все они признают, что свои публикации и документы, например, судебные иски, они готовят на базе так называемой инсайдерской информации. Некоторые из них имеют достаточно разветвленную сеть агентов-информаторов. Впрочем, нетрудно заметить, что партизаны-одиночки друг друга знают. Обмениваются между собой информацией, планируют совместные информационные атаки. Видимо, можно говорить о некой сетевой системе, планирующей и проводящей информационные атаки. Некоторые партизаны-одиночки намекают на то, что они совсем не одиночки, а опираются на широкую сеть своих сторонников, в том числе в государственном аппарате. Например, довольно часто делаются намеки на то, что большая часть сотрудников Пентагона, Министерства обороны США, поддерживает информационные атаки против Федерального резерва и банкстеров. Новое слово, означающее симбиоз банкиров и гангстеров. Примечательно, что движение оккупируя Уолт-стрит не рассматривается ими в качестве какой-нибудь реальной силы в борьбе с Федеральным резервом. Более того, движение оккупантов, по мнению некоторых экспертов, уже выработало свой ресурс. На смену ему приходят мощные информационные атаки партизан. Сегодня открывается все больше неприглядных сторон деятельности Федеральной резервной системы США, выполняющей на протяжении почти века функции Центрального банка Соединенных Штатов. Федеральный резерв подвергается все более активным атакам со стороны разных социальных и политических групп, действующих как в США, так и за их пределами. В 2009 году информационное агентство американского миллиардера Майкла Блумберга возбудило судебный иск против Федерального резерва с обвинениями в непрозрачности операции этой организации с требованиями раскрыть информацию о том, каким банкам он выдал спасательные кредиты. В 2011 году были обубликованы результаты первого за многие сетия аудитов РЭС. Он выявил, что в период последнего кризиса Федеральный резерв выдал различным банкам кредитов более чем на 16 трлн долларов. Кредитов почти беспроцентны. При этом на момент аудита ни один Центр долга не был погашен. Кроме того, среди получателей кредитов были не только американские банки, но также банки иностранные. Конгресс о тайных операциях ФРС в период последнего кризиса ничего не знал. Особенно преступными выглядели операции по кредитованию иностранных банков. Такое кредитование допустимо только с согласия Конгресса. Иск Майкла Блумберга. Отчет об аудите ФРС. Материалы служения в Конгрессе США, которые были инициированы конгрессменами Роном Полом и Алленом Грейсетом. Другие официальные документы содержат факты о деятельности Федерального резерва, которые отрицать трудно или невозможно. Этот отрезок времени примерно в два года можно назвать периодом официального давления на ФРС. С осени 2011 года из разных источников был произведен мощный выброс самой разнообразной неофициальной информации о ФРС, носящей еще более сенсационный характер. Это различного рода независимые расследования журналистов, подготавливаемые неизвестными юристами, коллективные иски, копии ранее неизвестных документов, финансовых отчетов, контрактов, международных соглашений, ценных бумаг, облигаций, сертификатов, фотографии тайных хранилищ золота и старинных сундуков для хранения никому неизвестных ценных бумаг и тому подобное. Это материалы, в которых хорошо известные факты дополняются в шокирующей информации. Все это в совокупности представляет собой достаточно очевидную информационную атаку против Федерального резерва, ассоциированных с ним банков и группу прикрытия, находящуюся во властных структурах США. Основные информационные атаки против ФРС. Назовем лишь некоторые из материалов, которые легли в основу информационных атак против Федерального резерва и банкстеров. Все они размещены в интернете и относятся к периоду с осени 2011 года до сегодняшнего дня. Первое. Серия публикаций известного американского эзотерика Дэвида Уилкака под общим названием «Финансовая тирания. Провал величайшего сокрытия всех времен». Сюда также включаются другие статьи указанного автора по тематике Федерального резерва, мировой финансовой системы, так называемого черного золота. Золото, не отражаемого в официальной статистике и бухгалтерской отчетности центральных банков и других институтов. На момент появления в интернете серии «Финансовая тирания» первая часть вышла в декабре 2011 года. Дэвид Уилкак уже был хорошо раскручен и был известен многим американским и иностранным читателям как автор многочисленных работ по эзотерической тематике, объединенных общим названием «Божественный космос». Благодаря выходу в свет финансовой тирании широкой аудитории стали хорошо известны другие авторы и материалы, на которых Дэвид ссылается в своих работах и которых он называет своими источниками инсайдерской информации. 2. Материалы, связанные с выступлением 16.02.2012 в Британском парламенте бизнесменами промышленника и бывшего главного советника партии консерваторов Лорда Дэвида Нойля Джеймса из Блэкхита. 3. О тайных операциях по переводу средств из Федерального резерва в Банк ХСБЦ, Королевский банк Шотландии и далее в 20 крупнейших европейских банков. Общий объем таких тайных транзакций, неотражаемых в финансовой статистике международных организаций и финансовых отчетов банков, около 15 триллионов долларов. 3. Выступление в СМИ главного редактора сайта «Ветерана сегодня» Гордона Даффа, ветерана морской пехоты США, подтвердившего обвинение Лорда Джеймсона в адрес Федерального резерва и заявившего, что он располагает более чем в 2000 страниц документов, раскрывающих детали аферы в 15 триллионов долларов. Наиболее интересно и оригинально та часть его публикаций, в которой Дафф дает информацию о тайном финансовом фонде ЦРУ, который был создан еще в годы Холодной войны и активно использовался для подрыва СССР. 4. Этот фонд существует и сегодня. Его ресурсы, по данным Даффа, измеряются триллионами долларов. 4. Публикации некой анонимной группы «Белые шляпы», которые также подтверждали обвинения, выдвинутые Лордом Блэкинским в адрес Федерального резерва и которые, по некоторым данным, снабжали Лорда Джеймса необходимой информацией. 5. Исковое заявление против юридических и физических лиц, так или иначе связанных с Федеральным резервом, поданное 23 ноября 2011 года в Гружной суд США Южного округа Нью-Йорка Нейлом Кинаном. Кинан действует в качестве представителя некой анонимной группы лиц китайского происхождения под кодовым названием «Драгон Фэмили». Также опубликованы многочисленные комментарии и материалы, дополняющие исковое заявление «Драгон Фэмили». Суть искового заявления в том, чтобы Федеральный резерв вернул золото, которое в свое время было ему предоставлено богатыми китайскими семьями. Подтверждениями требований этих семей к ФРС являются находящиеся на их руках ценные бумаги, номиналы которых измеряются миллиардами долларов. Требования, исчисляемые в золотом эквиваленте, исчисляются сотнями тысяч тонн желтого металла. Шестое. Публикации Бенджамина Фулфорта, бывшего главы азиатско-тихоокеанского отдела журнала Forbes, которые раскрывают существование параллельного, невидимого простым гражданам глобального финансового мира, который был много десятилетий назад создан с участием Федерального резерва. Он также объясняет многие странности мировых финансов и мировой политики с существованием двух основных воюющих группировок – Ротшильдов и Рокфеллеров. Хотя многие публикации Фулфорта относятся к более раннему периоду, его инсайдерская информация стала широко известна в последний год. Это произошло благодаря усилиям упомянутого выше Дэвида Уилкека. Седьмое. Публикации, содержащие различные комментарии и интерпретации результатов исследований группы ученых Швейцарского Федерального технологического института в Цюрихе. Результаты были обнароданы осенью 2011 года. Речь идет о компьютерной обработке больших массивов информации, касающейся десятков миллионов компаний по всему миру. База данных Orbis 2007. В результате было выявлено ядро мировой экономики, состоящей из 147 транснациональных корпораций, тесно связанных между собой взаимным участием в капиталах. Большая часть этих корпораций относится к банковскому сектору. Фактически выявлено консолидированное банковское ядро, манипулирующее не только экономикой, но и всеми сторонами жизни планеты. 8. Многочисленные публикации в связи с раскрытием глобальной банковской аферы по манипулированию процентными ставками Libor на рынке кредитов. В июне 2012 года комиссия по срочной фьючерной торговле сырьевыми товарами независимой организации преминистерства УСС США, занимающейся финансовыми расследованиями, предъявила обвинение Barclass Bank в связи с манипуляциями процентными ставками. Через некоторое время в результате независимых расследований появились глобальные масштабы аферы. Выяснилось, что в мире действует гигантский банковский картель. Финансовый резерв является сердцем картеля банкиров, манипулирующих ставкой Libor. Девятая новая волна публикаций, относящихся к событию, которое произошло еще в июне 2009 года. Тогда на границе со Швейцарией итальянская полиция Guardia Italiana di Finanza задержала двух японцев, направляющихся в Швейцарию, в чемодане которых находились ценные бумаги казначейства США на сумму 134,5 миллиарда долларов. Бумаги были на предъявителя. Сначала их итальянцы объявили фальшивыми, потом они признали, что бумаги настоящие. Тогда, в 2004 году, мировые СМИ очень скупо освещали и комментировали это событие. В течение последнего года эта история была реанимирована и стала раскручиваться, поскольку хорошо вписывалась в версию, связанную с иском Dragon Family. 10. Бесчисленные публикации в СМИ, в том числе российских, о том, что в конце 2012 года якобы истекает срок аренды печатного станка Федеральной резервной системы США. Утверждается, что при принятии в декабре 2012 года закона о Федеральной резервной системе, Конгресс США предоставил частным банкирам право выпускать деньги сроком на 99 лет. Публикации на эту тему очень пестрые. Они по-разному объясняют правовые основания 99-летнего срока аренды. Еще более они разнятся в описании последних последствий остановки печатного станка ФРС. Впрочем, большинству авторов, характеризующих эти последствия, как конец света. Трудно сказать, кто первый осуществил вброс такой информации, но уже летом текущего года публикации на тему остановки печатного станка ФРС было достаточно много. 11. Вброс в конце октября 2012 года информации о коллективном иске, предъявленном в американском суде юридической компании Spire Love Group LLP. Иск был составлен от группы американских налогоплательщиков и должников по ипотечным кредитам. Ответчиками в нем выступают некоторые важные государственные чиновники США, как ныне действующие, так и те, кто занимал должности ранее. А также все американские банки и банкиры. Сумма иска беспрецедентна. 43 триллиона долларов. Именно в такой сумме оценивают денежные средства, выведенные американскими банками из экономики США в разного рода офшоры. Кому это выгодно? В рамках данной публикации нет возможности провести даже самый краткий и поверхностный анализ в брошенной за последние годы сенсационной информации о Федеральном резерве. В черном золоте, финансовых требований Dragon Family, в незаконных и тайных переводах триллионов долларов из Федерального резерва в европейские банки и т.д. Обратим внимание лишь на некоторые общие особенности перечисленных выше информационных вбросов. Первое. Все они представляют собой смесь реальных и очевидных фактов и разного рода сенсаций. Привязка материалов к реальным и очевидным фактам вызывают у большей части аудитории доверие к этим материалам. Конспирологический характер информации порождает повышенный к ней интерес. Второе. Сенсационная информация обычно базируется на документах, достоверность которых нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть без проведения специальной экспертизы. Такой экспертизы не проводилось. С нашей точки зрения имеются все технические и правовые основы для проведения независимой и авторитетной экспертизы, хотя, конечно, это далеко не просто. Третье. Вызывает большое подозрение, что многие документы попали в поле зрения мирового сообщества лишь в последние 1-2 года. Можно предположить, что если бы эти документы существовали, а на многих из них стоят даты, относящиеся еще к первой половине 20 века, то политики и государственные деятели разных стран должны были бы воспользоваться ими в удобные для них моменты новейшей истории. Тем более, что в послевоенном мире существовал СССР, который мог бы помочь политикам и государственным деятелям, оппозиционно настроенным по отношению к США и Федеральному резерву, максимально эффективно использовать эти документы. Четвертое. Некоторые сенсации не требуют никакой специальной экспертизы и явно рассчитаны на доверчивых людей, которые не имеют необходимых знаний в специальных областях. Например, в публикациях о так называемом «черном золоте» гуляет цифра мировых запасов добытого золота, находящихся за рамками официальной статистики, равная более 2 миллионам метрических тонн. Любой специалист по золоту, имеющий отношение к геологии, добыче, обогащению золота, торговле золотом и тому подобное, скажет, что подобная цифра – фантазия. Она, по крайней мере, на порядок превышает реальные запасы накопленного в мире золота. Пятое. Многие вбрасываемые в информационное пространство материалы составлены крайне неряшливым. Часто происходит путаница в порядках цифр. На разных страницах одного и того же документа фигурируют то миллионы, то миллиарды, то триллионы долларов. Наблюдается слабое знание исторических реалий. Например, в некоторых материалах говорится об операциях Федерального резерва с китайским золотом в 1938 году, а также в более поздние периоды времени. Но ведь 5 апреля 1933 года только что избранный президент США Франклин Рузвельт подписал указ, согласно которому все золото физических лиц и банков, входивших в ФРС, переводилось в казначейство США. Получается, что ФРС грубо нарушала президентский указ. Такие нарушения не иголка в стоге сена. Тот же американский конгрессмен Рон Пол, давний противник Федерального резерва, не применил бы воспользоваться таким мощным компроматом для борьбы с ФРС. Но у него такого компромата, судя по всему, не было и нет. Разбор полетов. Можно продолжать и дальше. Зыбкость доказательной базы информационных атак партизан на Федеральный резерв очевидна. Впрочем, у Федерального резерва различных реальных грехов и преступлений выше крыши. Законных оснований для того, чтобы закрыть частную лавочку под названием ФРС более чем достаточно. Возникает вопрос, каковы реальные цели и кто реальный организатор или заказчик информационных атак. Версий очень много, начиная от версии, что это лишь желание отдельных лиц, входящих в группу партизан, распиарить себя в мировом информационном пространстве. И кончая версии, что эти атаки отражают непрерывную подковерную борьбу между мировыми финансовыми кланами Ротшильдов и Рокфельдеров, которая сегодня перешла в острую фазу. Некоторые аналитики осторожно высказывают также предположение, что эти информационные атаки – часть заговора генералов и офицеров Пентагона, которые выступают против авантюризма банкстеров, разрушающих государственную целостность Соединенных Штатов. Новый раунд борьбы против банкстеров ФРС В мае сего года в мировых и российских СМИ промелькнуло сообщение, которое почти никем не было замечено. Речь идет о законопроекте американского сенатора Томаса Харкина, демократическая партия штата Айова. Он внес в Сенат США законопроект номер 985 о восстановлении закона Гласса-Стигала. Это произошло 16 мая, в день 80-й годовщины принятия закона Гласса-Стигала. Следует отметить, что как принятие, так и в свое время отмена указанного закона оказали громадное влияние на развитие финансовой и банковской системы США и всего мира. История принятия закона Гласса-Стигала История закона Гласса-Стигала, далее для краткости ЗГС, восходит к кривущим 20-м прошлого века, когда Америку объявила лихорадка спекуляций, в раздувании которых банки играли ключевую роль. Банкиры-растовщики забыли о традиционных кредитных операциях и погрузились в рискованные операции на фондовом рынке. Они сами выступали в качестве инвесторов-спекулянтов, а также с помощью своих кредитов снабжали деньгами небанковских спекулянтов, деля с последующими беспрецедентно высокие прибыли, получаемые от операции с бумагами. Кончилось все это плачевно. Фондовым крахом 1929 года, развитием экономической рецессии, которая затем в 1930-е годы переросла в затяжную депрессию, банковским кризисом, тогда на дно пошел каждый пятый американский банк вместе с депозитами вкладчиков. Пожалуй, в истории человечества это была крупнейшая конфискация депозитов, на фоне которой нынешняя конфискация депозитов в банках Кипра кажется вполне умеренной. Даже в Конгрессе США стали все чаще звучать призывы провести национализацию банков. Вскоре после прихода к власти президента Франклина Рузвельта в 1933 году в Американском Конгрессе был принят закон, проект которого был инициирован двумя демократами – Картером Глассом и Генри Стигалом. Их именами и был назван указанный акт. ЗГС предусматривал следующие важные меры. 1. Отделение кредитных операций банков от инвестиционных, в силу того, что последние являются гораздо более рискованными, разделение банков на коммерческие, имеющие право принимать депозиты и заниматься кредитованием, и инвестиционные, имеющие право заниматься лишь операциями с ценными бумагами на фондовом рынке. 2. Создание специальной организации по страхованию банковских депозитов населения Федеральной корпорации страхования депозитов. 3. Усиление надзорных, регулирующих и контрольных функций Федеральной резервной системы США в отношении коммерческих банков. Инвестиционные банки из сферы контроля ФРС США выводятся, и их риски не страхуются ни государством, ни ФРС. 4. Закрепление за ФРС право регулировать предельные процентные ставки по сберегательным депозитам банков, а также с учетом ситуации устанавливать нормативы обязательного резервирования для банков, входящих в ФРС. 5. Принятие ЗГС сыграло важную роль в стабилизации финансово-банковской системы США. На протяжении нескольких десятилетий Америка жила без банковских кризисов, хотя, конечно, отдельные банкротства банков происходили регулярно. 6. Борьба за отмену закона Гласса-Стигала. 7. Очевидно, что ЗГС сдерживал алчные устремления банкиров, которые хотели совмещать свой привилегированный статус депозитных институтов с спекулятивными операциями на фондовых рынках. 8. Иначе говоря, над ними постоянно давлел соблазн использовать деньги вкладчиков для высокорискованных инвестиций. 9. Немытьем-то катанем они пытались ослабить путы ЗГС. 1. Первая попытка изменить закон Гласса-Стигала была предпринята еще в 1956 году в связи с принятием закона о банковских холдинговых компаниях. 10. Тогда предлагалось снять запресс на совмещение кредитной и инвестиционной деятельности для дочерних структур банковских холдингов во всех штатах. 11. Однако попытка не удалась. Депозитно-кредитным организациям по-прежнему запрещалось вести инвестиционную деятельность, а также поглощать компании из других секторов финансовых услуг, страхового управления активами, а также организовывать с ними партнерства. 11. Первые послабления ЗГС появились на рубеже 1960-70-х годов. 11. Они касались разрешения на выход банков в качестве андеррайтеров инвестиционных брокеров на рынок муниципальных облигаций. 11. Одновременно инвестиционные компании через своих лоббистов добились права открывать счета клиентов до востребования на денежном рынке, фактически являющиеся аналогами краткосрочных депозитов. 11. Примечательно, что такие счета оказывались за пределами системы страхования в ДИК. 12. В конце 1986-1987 годов произошло еще одно знаменательное событие. ФРС разрешила некоторым особо надежным коммерческим банкам до 5% валового дохода получать от операции с ценными бумагами. Правда, пока еще не за счет средств клиентов, а за счет собственного капитала. Чуть позднее наиболее надежным банкам планку подняли до 10%. Это произошло еще при председателе ФРС Поле Волкере. Финальная фаза демонтажа ЗГС связывается с именем Гринспина. Сменив в августе 1987 года кресло директора банка JP Morgan на кресло председателя Совета управляющих ФРС, Алан Гринспин сразу же заявил, необходима максимальная дерегуляция банковской системы для повышения конкурентоспособности американских банков в борьбе с крупными зарубежными банками. А дерегуляция в понимании Гринспина прежде всего отмена ЗГС. Как говорится, процесс пошел. Естественно, первым банком, получившим в 1990 году от ФРС право на инвестиционную деятельность в объеме до 10% валового дохода, был родной банк JP Morgan. Этот подарок Гринспина позволил банку резко укрепить свои позиции среди других. И за счет других банков Old Street JP Morgan через инвестиционные операции с большим аппетитом стал проглатывать своих конкурентов. Chemical Bank в 1991 году, Chase Mount Manhattan в 1995 году, Фирс Чикаго в 1995 году, Грит Вестенбанк в 1997, Бэнк Уан в 2004 и другие. В декабре 1996 года планка разрешенной собственной инвестиционной деятельности для банка была по инициативе Гринспина поднята до 25%. Уже в августе 1997 года первая банковская структура BankerStrust поглотила брокерскую компанию Alex Brown & Co. Позже она сама была поглощена Deutsche Bank. Разрушение стены между различными видами финансовых услуг на Old Street пошло полным ходом. Некоторое время сохранялся лишь запрет на вхождение банка в страховую деятельность. Однако после поглощения в 1997 году страховой компанией Travelers инвестиционного банка Salomon Brothers и последовавшего на следующий год поглощения City Corp. Материнская компания Citibank за 70 миллиардов долларов самого Travelers Закон Глаза-Стигала, хоть как-то сдержавший аппетиты финансовых конгломератов, де-факто прекратил существование. Теперь оставалось исторически важный закон устранить де юре. 4 ноября 1999 года в преддверии взрыва очередного пузыря на рынке акций после 25 лет борьбы за отмену закона Глаза-Стигала Лоббисты и их спонсоры праздновали победу. Президент-демократ Клинтон подписал закон о финансовой модернизации Financial Modernization Act Его еще называют законом Грамма Лича Брайли по фамилиям его авторов или сокращенно ГЛБ Закон Глаза-Стигала, прожив на белом свете 66 лет, скончался а вернее был убит алчными банкстерами. В многочисленных речах, сопровождавших принятие закона, банкстеры цинично рисовали радужную перспективу для американских обывателей, которые теперь будут экономить время и деньги, получая все финансовые услуги из одного окна. О катастрофических рисках такого совмещения скромно умалчивалось. Последствия отмены закона Глаза-Стигала Фактически, 4 ноября 1999 года была заложена мина под финансовую систему США. И эта мина взорвалась менее чем через десятилетия. Речь идет о финансовом кризисе, который начался в 2008 году. Американская комиссия по расследованию финансового кризиса под председательством Фила Ангелидеса опубликовала результаты изучения причин финансового кризиса 2008 года. В докладе Ангелидеса сделан вывод, что основная причина кризиса коренится в стремлении на протяжении последних трех десятилетий избавиться от мер по защите граждан, созданных Франклином Рузвельтом в середине 20 века, включая закон Глаза-Стигала. Названо имя главного инициатора разрушения механизмов регулирования. Это бывший председатель ФРС Аллен Гринспин. Комиссия выделила две инициативы Уолт-стрита, способствующих финансовому краху. Одна из них – принятие в 2000 году закона о модернизации товарных фьючерсов TFMI, легализовавшего внебиржевую торговлю деривативами, номинальная стоимость которых сразу же выросла до триллионов долларов. Другая – описанная нами выше ликвидация в ноябре 2009 года остатков ЗГС. Отмена ЗГС привела к безудержным спекуляциям банков Уолл-стрит, надуванию пузырей на финансовых рынках и рынке недвижимости. Первые признаки схлопывания пузырей обозначились еще в 2007 году. В 2008 году кризис перешел в острую фазу, которая сопровождалась банкротствами многих банковских и финансовых гигантов. Самый крупный из них – Лемон Бразерс. Доклад Англилидиса критикует ведущих деятелей Уолл-стрита, включая председателя ФРС Бена Бернанки, бывшего председателя Федерального резервного банка Нью-Йорка, а позднее министра финансов Обама Тимоти Гайтнера, министра финансов Буша Хэнка Полсона за меры по спасению инвестиционных банков, которые и привели к кризису в результате спекулятивных игр. Первая финансовая помощь была оказана 16 марта 2008 года Берр Стернс банку. Известный оппозиционный политический деятель США Линдон Ларуш квалифицировал тогда ее как нарушение чрезвычайного закона о банках 1933 года, ограничивающего помощь правительства коммерческим банкам и исключавшего инвестиционные учреждения. 24 июля 2008 года Полсон оказал помощь ипотечным агентствам Фенни Мэй и Фредди Мак, выходящим под эгидой Линдона Ларуши. Журнал «Ейр» писал тогда, что это уловка для того, чтобы направить еще больше средств банкам, накопившим ценные бумаги, обеспеченные закладными. 25 сентября 2008 года Полсон продавил через Конгресс программу выкупа проблемных активов ТАРП. Тогда Ларуш предупреждал, что не было случая в истории, чтобы какое-то правительство выкупало пустые бумажки иностранных инвесторов. Полсон заставляет американских налогоплательщиков спасать своих английских и европейских друзей. Это преступно и неконституционно. Палата представителей проголосовала против этой помощи 29 сентября 2008 года, а Обама, тогда кандидат в президенты, ее поддержал. 3 октября 2008 года Палата представителей под давлением одобрила эту программу. Конгрессменам тогда заявили, что если ее не принять, произойдет катастрофа и придется вводить военное положение. Выступая по ЛПАК-ТВ 26 января 2011 года, Ларуш заявил, доклад комиссии по 2008 году воспринимается многими политиками и экспертами как альтернативой Обаме. Комиссия сделала вывод, что помощи не было нужды. Не было такой нужды при Буше, не было ее при Обаме. Мы разрушили возможность поддерживать население земного шара. Планета на грани геноцида. Но остается возможность ее спасти. И сделать это без США невозможно. Если восстановить закон Глаза-Стигова, можно очистить систему от 17 триллионов мусорных бумаг. И можно подтолкнуть этот процесс в Европе и других регионах. Борьба за восстановление закона Глаза-Стигова. Финансовый кризис США и в мире резко усилил критику в адрес банков. В рядах критиков сегодня находится сам президент страны Барак Обама. СМИ полагают, что принятый после финансового кризиса 2008-2009 годов обширный закон Франко-Додо о финансовой реформе не был принят без поддержки со стороны Обамы. Некоторые из тех, кто в свое время добивались демонтажа ЗГС, сегодня неожиданно оказались в стороне сторонников его восстановления. Среди них, например, бывший министр финансов в кабинете Буша-младший Саммерс. Во главе сторонников возрождения стены между коммерческими и инвестиционными банками стоит упоминающийся выше ветеран банковского мира бывший председатель ФРС Пол Волкер. Из более молодых бывший руководитель ФРС можно упомянуть Томаса Хеннига. В свое время он был председателем Федерального резервного банка Канзас-Сити, а в настоящее время занимает пост заместителя Федеральной корпорации страхования банковских вкладов. В интервью 10 мая 2013 года английскому Central Banking Journal он вновь подтвердил свою позицию в отношении восстановления закона Гласса-Стигла и заявил, что полное разделение банковской и инвестиционной деятельности должно быть оформлено юридически. В связи с причинами мирового финансового кризиса Хенник заметил, что с отменой разделения инвестиционной и коммерческой банковской деятельности государственная поддержка распространилась на брокерскую деятельность, торговые операции и т.д. Конечно, в критике банков со стороны Обамы и ряд других видных государственных деятелей, действующих и бывших, много политической риторики и даже лукавства. Так, упомянутый закон Франко Додда, полное его название о реформе Уолл-стрит и защите потребителей, документ объемом более тысячи страниц, так и не решил ключевые проблемы – отделение депозитно-кредитной деятельности от инвестиционной и страховой деятельности американских банков. Ларуш назвал закон Франко Додда бесполезной половинчатой мерой. «При всей справедливости подобного рода оценок следует признать, в США создается благоприятная атмосфера для тех политиков, кто действительно желает восстановления ЗГС. Было уже несколько попыток принятия в Конгрессе США законов, наводящих порядок в банковской системе страны в духе ЗГС. Вот наиболее важные из них. В начале 2010 года сенаторы Мария Контуэлл, демократа от штата Вашингтона и Джон Маккейн, республиканец от Аризоны, предложили поправку к закону Франко Додда, фактически восстанавливающей основные положения ЗГС. Поправка не получила необходимой поддержки. В апреле 2011 года член Палаты представителей США Марси Каптур, демократа от штата Огайо, повторно внесла на рассмотрение законопроект по восстановлению закона Гласса-Стигла под названием ХР-1489, предложение отозвать некоторые положения закона Грэма Лич Брайли и восстановить разделение между коммерческой банковской деятельностью и операциями с ценными бумагами, как это было предусмотрено законом о банках 1933 года, получившим название закона Гласса-Стигла, а также в других целях. Соавтора законопроекта Уолтер Джонс, младший республиканец от Северной Каролины, Джеймс Моран, демократ от Виргинии, к моменту истечения 112 Конгресса авторам законопроекта удалось получить поддержку от 84 членов Нижней Палаты. С началом работы 113 Конгресса Каптур и Джонс вновь внесли законопроект ХР-129 о восстановлении ЗГС. На сегодняшний день, мая 2013 года, поддержку законопроекту оказывают 62 конгрессмена. Понимание необходимости разделения банковских операций в дуги ЗГС растет и в Верхней Палате Американского Парламента, Сенате. А ведь влияние банкстеров на Верхнюю Палату традиционно является гораздо более сильным. Мы в начале статьи уже упоминали, что сенатор Том Харкинг, демократ Айова, внес 16 мая 2013 года в Сенат США законопроект номер 985 о восстановлении закона Гласса-Стигала. Поддержку столичным политикам оказывают общественные активисты и парламентарии многих штатов. Законопроект Харкина был зарегистрирован одновременно с внесением в законодательных собраниях двух штатов Диловер и Иллинойс. Проектов резолюций, призывающих представителей этих штатов в Конгрессе поддержать восстановление закона Гласса-Стигала. Перед этим аналогичные резолюции были уже внесены в законодательных собраниях 18 штатов. Уже упоминавшийся нами американский общественный деятель, политик и экономист Линдон Ларуш поздравил члена Сената США Харкина с внесением в законопроекта СБ-985 вопреки массированному давлению со стороны Белого дома и руководства Сената. Ларуш заявил, что это очень важный шаг. Очевидно, он будет иметь серьезные последствия. Удалось преодолеть сопротивление этой инициативе. Дело приобретает другой оборот. Меняется повестка дня. Несмотря на все усилия, не допустить внесения этого законопроекта на рассмотрение, сенатору Харкину удалось настоять на своем. Это еще не победа, но знак, что ситуация не так безнадежна, как предполагали противники закона Гласса-Стигала. Закон Гласса-Стигала в глобальном контексте. Очевидно, что восстановление ЗГС не является сугубо внутренним делом США. Оно отразилось бы благоприятно на глобальной финансовой и экономической ситуации. Во-первых, потому что снизилась бы вероятность возникновения в США новых кризисов, которые в условиях нынешней глобализации из американского эпицентра немедленно распространяются по всему миру. Во-вторых, потому что принятие в США закона о разделении коммерческих и инвестиционных банков могло бы подвигнуть и другие страны на принятие аналогичных законов. Следует сказать, что смешение, совмещение депозитно-кредитной и инвестиционной деятельности характерно не только для банков США. Когда-то для Европы эта тема не была актуальной в силу гораздо меньшей степени развития фондовых рынков и, соответственно, меньшей вовлеченности европейских банков в высокорискованный инвестиционный бизнес. Европа никогда не имела аналогов закона Глаза-Стигла. Сегодня совмещение депозитно-кредитных и инвестиционных операций стало также присуще европейской банковской системе. Процесс универсализации банков сильно сегодня продвинулся в Европе. Лишь немногие политики и экономисты Европы понимают, насколько мощной является эта мина, которая может взорвать Европейский Союз. В Европе последняя инициатива в пользу разделения банковской деятельности была выдвинута региональным советом Тосканы, принявшим резолюцию под названием «Банковская и правовая реформа в духе закона Глаза-Стигла». А такие институты, как Еврокомиссия, Европарламент и Европейский Центральный Банк поглощены борьбой с долговым кризисом, практически не обсуждая риски создания банковских конгломератов. Что касается России, то у нас сегодня проблема отделения депозитно-кредитных операций от инвестиционной и иной деятельности практически никем не обсуждается. Мы еще на эти грабли не наступали и не понимаем, насколько большую шишку можем набить. В целом, у меня создается впечатление, что наши власти даже поощряют смешение в одном флаконе, называемом «Банк депозитных операций и чисто спикулятивных финансовых операций». Делается это под флагом создания универсальных банков, финансовых супермаркетов, повышения качества обслуживания клиентов, получения всех финансовых услуг из одного окна. В течение последних месяцев регулярно обсуждался вопрос о том, что нам в России нужен финансовый мегарегулятор. Как известно, таковым был определен Центральный банк. Интересно, что при этом в качестве главного аргумента в пользу создания мегарегулятора и назначением таковым ЦБ был следующий. Главным финансовым институтом в России сегодня стал коммерческий банк. При этом коммерческие банки постепенно превращаются в многопрофильные банковские холдинги, совмещающие такие виды операций, как депозитные, кредитные, инвестиционные, лизинговые, страховые и даже пенсионные. Понятно, что осуществлять контроль за деятельностью такой многоголовой финансовой гидры разным организациям сложно. Поэтому, мол, и необходима единый мегарегулятор. Удивительно, но почти никто даже из оппонентов идеи финансового мегарегулятора не поставил под сомнение создания разных видов операций в рамках одной организации, которая по традиции называется банком. На уровне саммитов JSC, J8, G20 и других глобальных форумов, где постоянно обсуждаются вопросы повышения финансовой устойчивости и реформирования мировой финансовой системы, проблема разделения депозитно-кредитной инвестиционной деятельности банков затрагивается очень осторожно и дозировано. Вместе с тем, специалисты понимают, что без решения этой кардинальной проблемы все разговоры о финансовой устойчивости в мире превращаются в пустую болтовню. ЦБ РФ из филиала ФРС надо превратить в суверенный государственный банк. Россия. Отдельные кавалерийские атаки на ЦБ. Мы уже выше сказали, что в начале 90-х годов окончательно была разрушена советская денежно-кредитная система, а также ее важнейший институт – Центральный банк. Разрушение началось еще в последние годы существования СССР. 13 июля 1990 года постановлением Верховного Совета РСФСР Российский Республиканский банк Госбанка СССР был объявлен собственностью РСФСР и преобразован в Государственный банк РСФСР, подотчетный Верховному Совету РСФСР. 2 декабря 1990 года Верховный Совет РСФСР принял закон РСФСР о Центральном банке РСФСР – Банке России. В денежно-кредитной сфере возникла ненормальная ситуация двоевластия. На одном и том же экономическом пространстве действовали два Центральных банка – Госбанк СССР и Госбанк РСФСР. Это способствовало дестабилизации социально-экономической ситуации в стране, особенно учитывая, что свои суверенные Центральные банки начали создавать и другие союзные республики в составе пока еще единого государства, называвшегося Советским Союзом. После развала СССР Банк России по указанию правительства Гайдара занимался эмиссией большого количества необеспеченных рублей, фактически был кошельком государственного казначейства. Эффективного контроля над банковским сектором экономики ЦБ обеспечить не мог. Выпущенные Центральным банком рубли прокручивались в разных схемах и становились источником первоначального накопления для многих российских олигархов. Они также обменивались на валюту и выводились за границу на банковские счета, как российских резидентов, так и различных иностранных махинаторов. Принятая в декабре 1993 года Конституция РФ определяла независимый статус ЦБ. 26 апреля 1995 года был подписан закон о внесении изменений и дополнений в закон РСФСР о Центральном банке РСФСР Банки России, основным автором которого был тогдашний министр финансов Б. Г. Федоров. Закон подтвердил, конкретизировал положение Конституции ОЦБ, в том числе его независимость от трех ветвей государственной власти РФ. В августе 1998 года, как известно, в стране произошел дефолт. Правительство заявило о своей неспособности погашать обязательства по своим бумагам, которые назывались ГКО. Вскрылась неблаговидная роль Банка России, который вместе с Министерством финансов выстраивал долговую пирамиду ГКО. На этом обогащались как местные олигархи и чиновники, имевшие доступ к инсайдерской информации, так и иностранные спекулянты. Государственная Дума в 1999 году начала было расследование о ФРСГКО и роли ЦБ в ней. Однако через некоторое время мощные закулисные силы свели на нет усилия группы депутатов. С приходом на пост президента страны Владимира Владимировича Путина им была сразу же предпринята попытка ограничить независимость ЦБ. Интегрировать этот институт в общую систему государственного управления. Путин понимал, что без эффективного контроля со стороны президента РФ над ЦБ, достичь должной управляемости страной ему будет крайне сложно. Новым президентом на рассмотрение Государственной Думы уже в 2000 году был вброшен проект поправок к закону о Банке России. Напомним хронику событий того времени в связи с указанными поправками. 5 июля 2000 года Дума третьего созыва приняла в первом чтении поправки к закону о ЦБ, существенно урезающие его независимость. Авторами законопроекта были депутаты Думы второго созыва Медведев П.А., Никитин В.П., Макаров А.М., Савельев НН. Новый президент Путин высказался в поддержку концепции законопроекта, после чего ко второму чтению была подготовлена фактически новая его редакция, составленная из поправок Задорного ММ «Яблоко» и «Шакума» региона России. В марте 2002 года тогдашний председатель Банка России Герасченко выступил в Думе с резкой речью против законопроекта, обвинив его лоббистов в правительстве в том, что они подставляют президента. В тот же вечер президент переслал в Думу заявление Герасченко об отставке и представил на его место кандидатуру одного из разработчиков закона, заместителя министра финансов Игнатьева. 20 марта 2002 года Дума приняла отставку Герасченко и назначила Игнатьева председателем ЦБ. В конечном счете 27 июня 2002 года Государственная Дума приняла поправки к закону АЦБ, однако они сильно отличались от первоначальной версии. Если поднимать протоколы голосований, то проектом поправок, то выясняется, что радикальную версию президента не поддержала ни одна фракция в Думе, в том числе и фракция КПРФ. Это очень любопытный момент, о котором коммунисты не любят вспоминать. Наиболее заметным новшеством в новом законе было создание над Банком России еще одной управленческой инстанции в виде Национального банковского совета НБС. НБС формировался из представителей президента Государственной Думы правительства, однако этот орган оказался чисто декоративным, так как из сферы его компетенции были выведены вопросы, касающиеся денежно-кредитной политики, управления золотовалютными резервами и т.п. Основные вопросы повестки дня НБС, проекты, сметы, расходов текущих и целей на капитальное строительство Банка России и рассмотрения отчетов от исполнения смет. Если подводить итог примерно двухлетних событий вокруг Банка России в 2000-2002 годы, то следует резюмировать. Президенту не удалось поставить ЦБ под свой контроль и под государственный контроль в целом. Банк России сохранил уникальный статус экстратерриториальности. Фактически он продолжил свою деятельность, которая была нацелена не на решение социально-экономических проблем России, а на обслуживание интересов тех стран, валюты которых он накапливал своих международных резервов. А накапливал и накапливает Банк России прежде всего доллары, США и евро. Поэтому критики Банка России совершенно справедливо называют этот институт филиалом Федеральной резервной системы США. К тому же название Центральный банк достаточно условно. Правильнее говорить, что у нас в России действует институт валютного управления. Такие институты являются атрибутом колониальных и зависимых стран, они обслуживают интересы метрополии. Банк России – крепость, которую обязательно надо взять. Поняв невозможность захватить крепость под названием Банк России, Путин попытался создать некий параллельный институт, выполняющий роль кошелька, находящегося под контролем президента страны. Родилась идея учреждения Банка развития. Формирование ресурсной базы такого банка должно происходить за счет части бюджетных доходов. Сначала была идея выделить в федеральном бюджете часть, которую назвали бюджетом развития. Затем появился проект создания нефтегазового фонда по образу и подобию зарубежных суверенных фондов. Так появился стабилизационный фонд. Одновременно началось создание полноценного банка развития на базе существовавшего с советских времен внешне эконом-банка ВЭП. При этом ВЭП выводился из-под банковского надзора ЦБ. Наделялся статусом государственной корпорации с 2007 года. Такой параллельный банк, конечно, не в состоянии заменить центральный банк. Это лишь временный инструмент ограниченного применения. Он не обладает функцией эмиссии денег. Кое в чем он, тем не менее, оказался крайне полезным. При всей неразворотливости ВЭП начал выдавать длинные на 45 и более лет кредиты для финансирования капиталоемких проектов экономической инфраструктуры. И даже научился обеспечивать возврат денег от получателей кредитов. Кроме того, он помог избежать банкротств многих российских компаний и банков во время финансового кризиса 2008-2009 годов. Банк России во время этого кризиса так и не стал кредитором последней инстанции. Ряд российских банков пришлось спасать с помощью денег стабилизационного фонда, которые доводились до конечных получателей внешне эконом-банком. Нет никакой уверенности, что если начнется вторая волна финансового кризиса, то это схема защиты российской экономики с помощью наших нефтегазовых фондов, резервный фонд и фонд национального благосостояния и ВЭБа сработают. Что касается Банка России, то он к отражению последующих финансовых кризисов явно не готов. В какой-то мере президент сегодня опирается также на банк, называемый ВТБ, внешторгбанк, поскольку государство является главным его акционером. Но в отличие от ВЭБа, ВТБ имеет статус коммерческого банка и остается в сфере влияния ЦБ, банковский надзор. Что касается сберегательного банка, то там главным акционером остается Банк России, поэтому эффективных рычагов контроля над сберегательным банком у государства нет. Не без инициативы со стороны Банка России в сентябре 2012 года была проведена частичная приватизация Сбербанка. Большой пакет акций, принадлежащий ЦБ, был продан иностранным инвесторам. Тема независимости Банка России в последние месяцы вновь стала очень популярной. Прежде всего потому, что в любой момент Россию может накрыть вторая волна финансового кризиса. Потому что наблюдается ярко выраженное затухание экономического развития страны, которое многие эксперты связывают с запредельно высокой ставкой рефинансирования ЦБ и отсутствием длинных кредитов. Еще в начале текущего года с резким выпадом против ЦБ на форуме в Давосе выступил наш олигарх Дерипаско. В феврале спикер Верхней Палаты Федерального Собрания Валентина Матвиенко обвинил действующего председателя Банка России Игнатьева в полном бездействии и бездарности, пообещав, что будет долбать ЦБ, добиваясь от него разворота в сторону реального сектора экономики. В своем последнем ежегодном послании Федеральному Собранию мягкой критики ЦБ подверг сам президент РФ. Уже не приходится говорить о той критике, которая исходит от Глазьева советника президента РФ по экономическим вопросам. Кое-какие кавалерийские наскоки на Банк России осуществляют отдельные депутаты и группы депутатов Государственной Думы. Например, по просьбе группы депутатов фракции КПРФ коллектив отечественных экономистов, в него вошел также автор данного материала осенью 2012 года, подготовил аналитическую записку. Тема записки – анализ денежно-кредитной политики России. Вывод, содержащийся в записке, сводится к необходимости кардинальной перестройки этой политики и изменения статуса целей и задач Банка России. На основе записки группа депутатов во главе с Собуховым направили запрос в правительство РФ и Банк России с просьбой прокомментировать выводы экспертов и дать разъяснение, каким образом правительство и ЦБ собираются решать проблемы, накопившиеся в денежно-кредитной сфере. Ответы были получены из обоих инстанций в ноябре 2012 года. Я внимательно ознакомился с документами, подписанными председателем Банка России Игнатьевым 19.11.12. номер 01.11.52.45 и первым заместителем председателя правительства Шуваловым от 16.11.12 номер 625.8.P-513. Если говорить коротко, то в ответах высоких начальников не признается ни одно из критических замечаний по поводу денежно-кредитной политики, содержащихся в записке экспертов. Игнатьев и Шувалов вполне высоко оценивают деятельность и Минфина, и ЦБ. Не буду сейчас утомлять читателя детальным анализом обоих писем. Там имеются и искажения фактов, и откровенная ложь. Я уже не говорю о том, что оба письма подготовлены крайне неряшливо. В этом случае имеются многочисленные перлы, свидетельствующие о низком уровне тех, кто писал ответы. Эти письма лишний раз показывают, что денежные власти не намерены по существу обсуждать поднятые вопросы. Благо, это им позволяет закон о Центральном банке, который делает его независимым от депутатов к смертному сообществу народа. С момента получения ответов депутатами от фракции КПРФ прошло уже около трех месяцев, на фронте тишина. Интересно, собираются ли эти депутаты продолжать свою работу по наведению порядка в денежно-кредитной сфере страны, или на этом кавалерийская атака может считаться законченной. Свой вклад в обострение дискуссий по поводу статуса и функции Банка России вносит депутат Государственной Думы фракции Единой России Федоров. В течение последнего года он неоднократно выступил в СМИ с резкой критикой ЦБ, не стесняясь называть его филиалом ФРС. Словесная критика была подкреплена практической акцией. В августе прошлого года Федоров с группой своих единомышленников в Государственной Думе внес на рассмотрение проект поправок закона о Банке России. В этих поправках можно выдалить три основных новшества. Во-первых, ЦБ становится одним из органов Государственного управления и теряет свою пресловутую независимость. В этой связи даже предлагается переименовать его в Государственный банк. Во-вторых, вопросы, касающиеся управления золотовалютными резервами, общая величина валютного, валютная структура, инструменты передаются на рассмотрение правительства. При этом, в отличие от нынешнего закона, четко оговаривается, что эти резервы являются государственными. В-третьих, ЦБ переходит от выпуска рублей под накопление золотовалютных резервов к выпуску денег через предоставление кредитов российским банкам. Иначе говоря, предлагается отойти от модели валютного управления. В-четвертых, правительство РФ принимает решение по установлению ставки рефинансирования, определяющей в конечном счете стоимость кредитов для реального сектора экономики. Законопроект группы Федорова вызвал шквал негодования со стороны либерального крыла нашей экономической науки и иных апологетов нынешнего полуконлониального положения России. Не исключено, что Федоров получит карт-бланш на критику ЦБ от президента Путина и или высоких начальников из ближайшего окружения Путина. При всей правильности оценок статуса и результатов деятельности Банка России, декларируемых депутатом Федоровым, у меня не складывается впечатление, что он всерьез не готов участвовать в осаде и штурме крепости под названием Центральный банк. Его критические выпады в адрес ЦБ преследуют какие-то политические цели. Реально депутат продолжает тяготеть к либеральному крылу нашей власти. Достаточно вспомнить, что летом 2012 года он голосовал за ратификацию о присоединении России к ВТО. А после этого активно стал оправдывать свое решение и решение партии Единой России по присоединению страны к Всемирной торговой организации. А сейчас он без зрения совести оправдывает решение власти о приватизации стратегически важных объектов. В общем, как говорили раньше, Федоров не тот человек, с которым можно идти в разведку, а в нашем случае идти на штурм крепости Центральный банк. О смене караула в Банке России и дальнейшей борьбе за ЦБ. В ближайшее время в Банке России должна произойти смена караула. То есть руководитель ЦБ, нынешний председатель Банка России Игнатьев находится на этой должности с 2002 года и летом он должен наступить в свое кресло другому банкиру. В СМИ в феврале-марте 2013 года активно обсуждались различные кандидатуры и их позиции по вопросу денежно-кредитной политики Банка России. В качестве претендентов назывались нынешний первый заместитель председателя Алексей Улюкаев, бывший министр финансов и нынешний руководитель Банка ВТБ 24 Михаил Задорнов, советник президента РФ Сергей Глазьев, председатель правления ВЭП Владимир Дмитриев, бывший руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Бьюгин, бывший министр экономики Эльвира Набиулина и ряд других фигур. Фигуры в этом списке были очень пестрые. На одном полюсе находится Глазьев, который выступает с позицией государственника и поддерживается патриотическими силами. На другом полюсе такие, как Улюкаев, которого негласно поддерживают чиновники МВФ, или Набиулина, за которые поддержка высшей школы экономики, то есть домороченных сторонников экономического либерализма. 13 марта стало известно, что президент Путин предложил кандидатуру Набиулиной. Очевидно, что данная кандидатура может быть лишь номинальной фигурой в Банке России, предназначенной для публичного представительства. Впрочем, как и Игнатьев, который все эти годы лишь царствовал, но не правил ЦБ, нити реального управления нам не видны. Но очевидно, что они тянутся из-за рубежа и замыкаются на первых заместителях председателя Банка России. Ожидать, что курс ЦБ при Набиулиной изменится, не приходится. Следовательно, продолжится процесс деградации экономики страны. Примечательно, что либеральные круги как внутри России, так и за ее пределами удовлетворением восприняли кандидатуру Набиулиной. Например, мы услышали одобрительные комментарии со стороны Международного валютного фонда. Некоторые сторонники Набиулиной пытаются нам доказать, что Министерство экономического развития достигло каких-то успехов за годы ее руководства. Никаких реальных рычагов управления экономикой у данного министерства не было. Поэтому, кроме кучи мало кому нужных бумаг, данная дама, находясь на посту министра экономики, не оставила. Впрочем, я несправедлив к Набиулиной. За ней числится серьезный вклад в разрушение страны, о котором сегодня СМИ предпочитают не вспоминать. Я имею в виду подписание протокола о присоединении России к ВТО. Все обычно ассоциируют это событие с господином Медведковым, руководителем Департамента международных переговоров Министерства экономического развития. Но без активных действий его начальницы Набиулиной эта ратификация не состоялась бы. Видимо, МФИИ планирует использовать указанную даму для исполнения других ответственных заданий по разрушению России. Надо иметь в виду, что на протяжении последнего года в органах государственного управления активно обсуждался вопрос о так называемом финансовом мегарегуляторе, то есть организации, которая должна получить полномочия на осуществление контроля над всем финансовым сектором российской экономики, банковским сектором, страховой деятельностью, фондовым рынком. Раньше функции финансового регулятора были распределены между Банком России и Банковским сектором, Министерством финансов, страхования, Федеральной службой финансовых рынков, ФСФР, фондовый рынок. Наши власти, оглядываясь на мировой опыт, решили собрать финансовое регулирование под крышей одной организации мегарегулятора. Активно обсуждался вариант передачи функций мегарегулятора ФСФР, но в конечном счете остановились на Банке России. Можно ожидать, что в ближайшие месяцы, особенно после того, как Набиулина займет кресло председателя Банка России, работа по превращению ЦБ в финансовый мегарегулятор активизируется. Можно уверенно сказать, что если ЦБ, получив полномочия мегарегулятора, сохранит статус независимой от государственной организации, мы окончательно потеряем нашу экономику, а вслед за ней и всю страну. В этой связи полагаю, что дальнейшие шаги по расширению полномочия ЦБ следует поддерживать лишь в случае одновременного изменения статуса Банка России, перевода его под жесткий контроль государства. В принципе, для этого не требуется слишком много поправок. Например, необходимо изменение полномочия Национального банковского совета НБС. Сегодня НБС лишь красивая архитектурная надстройка над Банком России. Состав НБС формируется из представителей президента РФ, Государственная дума, правительство РФ. Все выглядит солидно и убедительно, но НБС обсуждает лишь второстепенные вопросы деятельности ЦБ, прежде всего смену Банка России и отчеты об его исполнении. Принципиальные вопросы денежно-кредитной политики, банковского надзора, управления золотовалютными резервами не включаются в поиску дня заседания НБС. Уже не приходится говорить о том, что заседание НБС проходит крайне редко. Следовательно, следует переработать статьи 12 и 13 федерального закона ОЦБ, необходимо в новой редакции закона прописать четко, что распространителем последствий инстанции в отношении золотовалютных резервов Банка России является правительство РФ. В нынешней редакции лишь декларируется, что эти резервы являются федеральной собственностью. Но все полномочия по владению, пользованию и распрояжению золотовалютными резервами передаются Банку России. Не хочу перегружать внимание читателя своими соображениями по поводу поправок к закону ОЦБ. Обращаю внимание на то, что несмотря на достаточно скромный объем необходимых поправок, все они являются принципиальными. В этой связи потребуются также коррективы Конституции Российской Федерации. Можно ожидать, что если наши народные избранники действительно примут решение о штурме крепости под названием Центральный банк, то они должны принимать, что враг будет защищаться отчаянно, не брезгуя никакими средствами. Для начала хотел бы обратить внимание на то, что федеральный закон ОЦБ в редакции, принятой более 10 лет назад, предусматривает, что проекты любых нормативных актов, касающихся ЦБ и денежно-кредитной сферы, должны направляться на рассмотрение в этот же самый Центральный банк. Не думаю, что чиновники ЦБ, получив из Думы проект поправок, урезающих независимость ЦБ, дадут положительные заключения на такие законодательные инициативы. Если каким-то образом удастся преодолеть подобное вето чиновники ЦБ, то далее со стороны ЦБ могут последовать другие весьма ощутимые защитные акции. Поскольку ЦБ имеет реальные рычаги управления экономикой, он может начать использовать эти рычаги для дестабилизации экономической ситуации в стране. Такое бывало не раз в истории разных стран. Например, большевики в 1917 году сразу же начали захватывать конторы Государственного банка, поскольку некоторые чиновники этого учреждения открыто заявляли о том, что перекроют кислород новой власти, то есть лишат ее денег. А ведь надо иметь в виду, что нынешний ЦБ в России это не только главный офис на Неглинной улице, хорошо известный всем жителям нашей страны по телевизионной заставке. Это 80 тысяч сотрудников, работающих в 80-х территориальных учреждений Банка России. Это главное управление ЦБ по соответствующим субъектам Российской Федерации в национальных республиках. Они даже называются национальными банками. А в ведении каждого территориального учреждения имеются еще расчетно-кассовые центры, разбросанные по разным районам. Всего у Банка России сегодня около тысячи РКЦ. Даже если спрут отрубить голову, его тело с щупальцами может еще долго существовать и функционировать без этой головы, всячески сопротивляясь попыткам государства поставить тело и щупальца под свой контроль. Тем, кто собирается брать крепость под названием ЦБ, надо иметь в виду, что многие руководители территориальных учреждений Банка России в соответствующих областях, краях, республиках чувствуют себя удельными князьями, которые не подчиняются ни центру, ни местным властям. Я уже не говорю о почти неизбежных акциях сопротивления со стороны мировых СМИ и под контролем Западу российских СМИ, а также о давлении на наши власти со стороны Запада в дипломатических и политических и экономических сферах. Наши народные избранники, общественные и политические деятели, сознательные граждане должны понимать, что осада крепости под названием Центральный банк может быть приравнена к серьезной войне. Войне не с отдельными чиновниками Банка России, а с мировой финансовой олигархии, которая цепко держит в своих щупальцах наш Центральный банк. К этой войне надо относиться с полной серьезностью, с пониманием того, с каким опасным и коварным врагом ведется эта война, с готовностью идти ради победы на жертвы. Без захвата этой крепости все декларированные планы российского руководства по возрождению страны превращаются в пустые слова. Обзор мирового опыта показывает, что стурмовать крепости, называемые Центральными банками, непросто. Но ведь и в 1790 году никто не верил, что Александру Васильевичу Суворову удастся взять казавшуюся тогда неприступной турецкую крепость Измаил.